Дистанцию 25 метров спортсменам нужно преодолеть как можно скорее, ведь секунда решает все. В Салавате в бассейне «Алмаз» впервые проходит первенство России по плаванию спорта слепых. Соревнования, будем говорить, проходят в канун Паралимпийских игр. Мы просматриваем перспективную молодежь. Наша основная задача это, чтобы молодые, менее подготовленные имели возможность сравнить себя с более сильными спортсменами. Спортсмены разделены на три группы. В первые плывут ребята полностью незрячие, а в двух других группах у пловцов зрение частично сохранено. То есть они разделены для справедливого проведения соревнований. Среди слепых ребят они плывут в очках, которые не пропускают свет. Эти очки проверяются. А ребята уже, которые плывут с остатком зрения, у них форма очков может быть любой. На турнир «Наш город» приехало порядка 70 спортсменов из 16 регионов страны. Здесь они в течение четырех дней будут бороться как со своими результатами, так и с соперниками за медали первенства. При этом пловцы хоть и ощущают дух соперничества, но сохраняют уважительные и дружеские отношения между собой. Мы соперничаем на дорожках, но разговариваем как друзья по жизни, общаемся в скайпах. Поэтому здесь скорее всего даже такие дружеские соревнования. Выходим и говорим, ну что, кто кого там? Ну давай там, короче, посмотрим. А потом выходим и говорим, ну вот смотри, какое у тебя время, а у тебя какое. Ну в общем, это больше жизнь, это больше как друзья. Для меня лично плавание это многое. Возраст участников от 14 и до 19 лет. Среди них есть опытные и именитые спортсмены, мастера спорта России, победители и призеры чемпионата мира. Но всех их объединяет одно – это воля к победе. Ну для меня эти соревнования, значит, испытать себя перед чемпионатом, посмотреть, как я проплыву перед Кубком России, посмотреть, на что способен, посмотреть на свои недостатки, чтобы их исправить перед Кубком. В спорте победитель всегда один. Но для многих из тех, кто плывет в эти дни по водной глазе бассейна «Алмаз», сама возможность посоревноваться уже и есть награда.